МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш корреспондент Ксения Енеева продолжит эту тему. Эта школьная виньетка у Анатолия – единственная фотография сына. 18-летний Олег Филипчук погиб в конце июня. Солдата-срочника 2-й мотострелковой бригады нашли повешенным недалеко от воинской части. В то, что сын-самоубийца, отец не верит. Он когда был в отпуску-то говорил, папа, знаешь, что, мне туда-назад возвращаться не уход, а каши. Я говорю, почему? Он говорит, так и так. Ещё, говорит, по шее дают терпимо. Ну, говорит, как понапиваются офицеры. Ночью, говорит, спать не дают. По полигону гоняются целыми ночами. Анатолий признаётся, сомнений не осталось после того, как он увидел тело сына. Его доставили домой после вскрытия. Тоненькая верёвка вот так была. Так, тоненькая. А вторая была выше, толстая верёвка. Было. Удар был, угол тоже. Синяк был. И плечо правое, синее. Ну, там издевались, как хотели. Как хотели, как над животом. 9 лет назад Анатолий потерял жену и сам воспитал пятерых сыновей. Односельчане говорят, семья живёт хоть и бедно, но дружно. Официальную версию о самоубийстве соседи тоже ставят под сомнение. Он добровольный. Это не мог сделать. И нас никто в этом не убедит, что он добровольный. Вот только потому, что там он попросился домой, и папа за ним не приехал. Это не маменькины, не папенькины сыны. Они не привыкли, что с ними там носились. Теперь в селе Богданешть армии боятся как огня. Ведь 13 лет назад здесь похоронили ещё одного молодого солдата. Несколько лет прошло. Точно такой же случай. Точно такой же случай. Ваню тоже так вот привезли вот нам. Тоже всего изрезанного, всего побитого. Парню оставалось дослужить 29 дней. 29 дней! Этот случай тогда не получил широкой огласки. А вот дело Олега Филипчука приняло скандальный оборот. После того, как фотографии с похорон парня появились в прессе. Оппозиция воспользовалась моментом и потребовала отставки министра обороны. Все преступления скрывались и будут скрываться. Только за последние три года, по меньшей мере, 8 случаев, когда ребята из армии не вернулись домой. Или вернулись в гробах. Депутаты правящей коалиции оппозицию не поддержали. Министр обороны сохранил свой пост. Каждый случай для нас это стимул и сигнал к тому, что надо работать лучше. Но статистика показывает, что уровень преступности в армии снижается. И это несмотря на то, что все мы знаем, какую зарплату получают военнослужащие. Между тем, военная прокуратура по поводу смерти Филипчука завела уголовное дело. Рассматривают три версии. Самоубийство, убийство или доведение до суицида. Детали расследования обещают обнародовать не раньше, чем через две недели. Пока же известно немного. По данным военной полиции, срочник покинул полигон самовольно, без разрешения. Тело нашли спустя два дня. При внешнем осмотре трупа на месте происшествия, где он и был найден, медики и военные прокуроры констатировали, что на теле солдата нет следов насилия и побоев. Не дожидаясь результатов следствия, Министерство обороны наказало командиров второй мотострелковой, где служил солдат. Речь идет о психологе воинской части, о командире роты, командире взвода, в котором служил этот военнослужащий. Также был наказан командир бригады, всего пять человек. Выговор, строгий выговор, понижение в звании. Разговоры о дедовщине в молдавской армии то вспыхивают, то вновь затихают. В конце прошлого года молдавские части проверила спецкомиссия. Врачи-психологи, представители военной прокуратуры и комитета солдатских матерей. Тревожных тенденций тогда не выявили. Мы делаем все возможное, чтобы молодежь могла быстрее адаптироваться к новым условиям, сотрудничаем с родителями. В этом случае мы по одну сторону баррикад, делаем из них патриотов и защитников. Статистика, которой располагают прокуроры, пока говорит обратное. За первые три месяца этого года военная прокуратура зарегистрировала 50 нарушений. Прокуроры не исключают. Причина – некачественный отбор новобранцев. Были случаи, когда во время службы у молодых людей находили болезни психического характера. Потом их лечат в госпитале и выявляют, когда появилась болезнь. Были случаи, когда призывали молодых людей с уголовным прошлым. По 5-6 уголовных дел. Павел Медведский родине служит уже 9 месяцев. В армию пошел добровольно и об этом не жалеет. Говорит, с дедовщиной не сталкивался. А если конфликты и случаются, то инициаторами зачастую становятся сами солдаты. Ребята должны понимать, куда они приходят. Они приходят в армию. Если командир дает указания, надо его выполнять. А не говорить, не хочу, не буду. Если поставили задачу, надо его выполнять. Это армия. В сентябре около 10 призывников из села Богданежь должны отправиться на службу. Родители своих детей отпускать категорически не хотят. Вот сын осенью идет в армию. Кто дает гарантию, что он вернется в целости и сохранности? Анатолий теперь каждый день приходит к сыну на кладбище. Просит прощения за то, что не уберег. Прости, Олежка, что я тебя... Лучше бы было не пустить. Дома сидел бы. Прости, Олежка. Ксения Яниева, Андрей Шура, Александр Борейко, Денис Гылко. Вместе из Молдовы. Ксения Яниева, Андрей Шура, Александр Борейко, Денис Гылко.